Всем привет! И сегодня я хочу вам рассказать историю про Валентину Петровну Анусову. Кто она такая же? Это звезда пранков. Итак, ее биографию вам хочу сказать. Анусова Валентина Петровна родилась в Москве 24 октября 1927 года. Участвовала в Великой Отечественной войне. Радиоотправки на фронт прописала себе два года. Судя по ее словам, имеет два высших образования. Окончила институт марксизма-лейнизма и полиграфический. В советское время работала в полютбюро, неоднократно получала поздравительные телеграммы от правительства. Предположительно, в 1991 году стала жертвой квартирных аферистов. Несколько лет она не имела жилья, пока в 1994 году не получила квартирку от правительства на улице Зои и Александра Космоденьянских. Вскоре после заселения в новую квартиру написала Дарсону на имя дочери. Поэтому у нее есть реальные основания бояться квартирных аферистов. Именно тогда Валентина Петровна начала сильно ругаться Мартам. Однако позже она опровергла эти слухи. Что ж, сейчас я вам расскажу, как же она начала бояться всех аферик. Итак, 1991 год, Москва, улица, каретный ряд. Двое молодых ребят 20-25 лет вошли во двор старенького трехэтажного дома между Тверской и каретным рядом. Через три минуты они уже звонили в дверь квартиры 64-летней пожилой женщины. Да, она со мной, Валентина Петровна. Добрый день, сказала Петровна, открыв дверь. Мы пришли по поводу вашей болезни. В вашей медицинской карте написано, что уже три года вы страдаете ревматизмом. Вот абсолютно новый европейский гель. Стоит в районе 100 тысяч рублей. Ваша болезнь оставит вас в покое через неделю. Одного тюбика вам хватит. Валя говорит, я очень рада, но откуда у меня такие деньги, удивилась пенсионерка. Ферюги ей говорят, мы готовы дать вам мазь в залог на документы о квартире, которая на вас зарегистрирована. А как же деньги? Подозрительно спросила Валя. Деньги вернете в обмен на документы, когда накопите. Наивная пенсионерка согласилась ей. Отдав визитерам документы на квартиру, на следующий день уехала облагораживать свой новый участок. Схвачены почти за бесценок кусок земли на обломках старого государства в поселок Петушки. Через неделю Анусова подошла к своей квартире и с утомлением увидела новую дверь с четырьмя замками. Пенсионерка была в полной растерянности. До самого вечера она просидела на лестнице у дверей своей квартиры с тяжелыми сумками и тюками, полными дачных предметов быта. Вечером разолившаяся старушка пошла в регистрационную палату Тверского ОВД столицы, где ей показали страшную бумагу. Квартира пять дней назад была зарегистрирована на человека, имя которого Валя увидела впервые. Выйдя из ОВД, бабка впервые в жизни произнесла «Паскуды, ебаные!». И сразу же ей стало стыдно за то, что чуть не выругалась неприличным словом, чего раньше за ней никогда не замечалось. Бедная пенсионерка жила в квартирах у старых подруг, работала почтальоном и потихоньку сходила с ума. Через год общими усилиями она и все ее родственники и друзья добились бесплатного нового места жительства – однокомнатной квартиры в недавно построенном доме на самой окраине Москвы. У Валентины Петровны не осталось ничего из своих старых вещей. Все раритеты, ордена, фотокарточки, старое фортепиано – в общем, вся семейная реликвия, а над своих все осталось на Тверской у квартирных аферистов. Шли годы, и одинокая старушка сходила с ума. Вскоре она начала водить к себе домой бездомных дворняжек и кормить их несвежим мясом и пищевыми отходами, которые официанты мясной забегаловки выбрасывали на помойку за ее дом. Так продолжалось довольно долго. Собак становилось все больше и больше. В один прекрасный день молодой мужчина услышал лай за окнами в 6 часов утра. Рассерженный милиционер, зажигая на ходу сигарету, быстрым шагом направился к гражданке Аносовой. Лекция, прочитанная им Валентине, закончилась ее ответным словом – «Бандюга!» И через минуту Петровна вместе со своей ворой скрыла за углом дома на улице Зои и Александра Космединянских. Следующие 2-3 года после произошедшего Валентина очень напряженно контактировала с жильцами 218-й квартиры. Сейчас я вам расскажу про начало звонков. Итак, версия Аносовой, как она считается на самом деле, как было. Валентина Петровна бодро подошла к телефону и услышала в трубке голос, показавшийся ей знакомым. «Зачем сломали антипракт.ру?» – говорит Аферюга. Послушалась из старой телефонной трубки. Аносова, сильно отставшая за 10 лет от мирового прогресса, не поняла набор слов, который был весьма чужд для нее. Прошел еще год, телефонные звонки из 218-й квартиры не прекращались. Также из соседнего квартала к отцу переехал молодой сын Бандюги из 218-й квартиры, который стал приводить своих друзей, шпануя ребятишек, работающих на него. Конечно же, Валентина Петровна к тому времени, уже окончательно потерявшая остатки здравого смысла, принимала всех звонящих ей за аферистов, которые пытаются отобрать у нее и эту квартиру. Как было на самом деле? На самом деле, все было совсем иначе, и Анусовой позвонили. Она послала звонить в известном направлении. Позже Фазан записал пранк Анусовой интернет, который принес Вале широкую известность. Номер ее телефона разошелся по рукам. В нынешний период. До сих пор 83-летняя бабушка стоит на страже своей коморки. Звонки к ней не прекращаются, так как я иногда беру в открытом доступе. Трубку старушка берет все реже и реже. Сейчас я вам расскажу про ее семью. Она была замужем, однако муж ушел из семьи, когда нашел себе новую богатую жену. На данный момент ее муж умер. Известно, что у Валентины Петровны есть дочь и внук Руслан. Также Валентина Петровна иногда навещала сестра Люська, принимавшая участие в нескольких франках и племяннице Екатерина. Она жила на улице Зои и Александра Космодиньянских. 26 января 2016 года Валентина Петровна не стала. Что ж, ну вот такая вот информация про Анусова и ее история. Как она лишилась квартирки, как ее аферюги донимали.